так друзья всем привет еще раз наверное те кто за мной сидит я вас уже замучила прямыми эфирами сегодня у меня стоит задача максимум настроить прямые эфиры чтобы я могла соответственно делать прямые эфиры и делиться с вами своим экраном и в онлайн режиме отвечать на ваши вопросы потому что они у вас присутствуют и в общем то есть запросы на какие-то темы которые вы хотите разобрать искренне надеюсь то что у меня это получится если вы меня слышите поставьте пожалуйста плюсик в комментарии если меня хорошо видно идет некоторая задержка относительно видео и аудио я пытаюсь это исправить но что-то пока не очень и сегодня я вам покажу как делается трассировка в adobe иллюстратор тема эфира она выбрана потом я данное видео сохраню в группе вы сможете его посмотреть в любой удобный момент значит что такое трассировка трассировка это автоматический перевод растрового изображения в вектор adobe иллюстратор предоставляет такую возможность и вы можете ей воспользоваться хочу сказать сразу что функция не универсальная и подходит она не для всех задач но вполне возможно что вам она пригодится что мы будем делать я уже загрузила в adobe иллюстратор растровое изображение в моем случае это тыковка и по ней видно что она до этого была отрисована уже в векторе но векторного изображения у меня нет тыковка найдена на просторах интернета и ее сейчас мы будем переводить с вами векторный формат я сохраняю как она есть в растре дублируем и покажу вам как это происходит с ней проблем не возникнет здесь четкие цвета четкие контуры все они замкнутые то есть вот такие изображения переводится вообще на ура притом они переводятся не в черно-белом виде а в цветном показываю как это делается окно выбираете функцию трассировка я выбрала трансформирование окно трассировка здесь ставите птичку на предварительный просмотр и у вас автоматически возникнет такая черно-белая картинка и на этой черно-белой картинке у вас показано какой векторный объект будет результатом вашей трассировки то есть вот здесь функции просмотр вы должны выбрать что вы хотите видеть это результат трассировки результирующее изображение контуры просто контуры контуры исходного изображения ну и соответственно сходное изображение я всегда выбираю это трассировки потому что ее целью является получению векторного объекта и я хочу увидеть как мой векторный объект потом будет выглядеть стиль вы можете выбрать какой он будет черно-белый это будут силуэты это будет набросок штриховой рисунок то есть это чем-то похоже на фильтре в adobe иллюстратор и вам будет предлагаться разная картинка плюс ко всему у вас будет три типа вы можете выбрать черно-белое градации серого и также в цвете сделать далее что мы делаем я хочу сделать чтобы моя тыковка была в цвете и вот здесь в моменте заказной я укажу что я хочу чтобы она состояла из 16 цветов то есть программа пересчитает мне изображение выберет 16 цветов и сделает из него вектор вот то что у меня будет в итоге как векторное изображение как вы видите отличие от оригинала очень маленькая как я и говорила это хороший пример хороший рисунок и разница будет минималистично что мы теперь делаем после того как мы настроили какая наша трассировка как она будет выглядеть мы переходим в меню объект и здесь у нас трассировка изображения нужно нажать разобрать нажимаем разобрать и вот у нас с вами появились контуры векторного соответственно далее с этим объектом мы можем работать как с вектором как видите вот это у нас вектор а вот это растер вот они две наши тыковки имеют минимальные отличия прекрасно можно дальше с ними взаимодействовать что мы можем сделать изображение у нас с вами сгруппирована вы можете его разгруппировать можете его не разгруппировать например я его разгруппирую и уберу фон потому что фон тоже стал отдельной частью векторных единиц вектор векторных деталей сгруппирую и заблокирую все кроме моего объекта теперь я хочу его перекрасить так толерантность кисть волшебной палочки я выберу единичку и перекрашиваю в какой-нибудь контрастный цвет чтобы вы смогли оценить насколько это хорошо смотрится понять какие у нас теперь есть возможности ну допустим вот такая синяя тыковка у меня получилось теперь я могу с ней делать все что моей душеньке угодно делать ее больше меньше могу ее расплющивать всячески множить и в общем работать как с нормальным векторным изображением это то что касается когда вы работаете с объектами всем приветствую присоединился пишите пожалуйста если есть проблемы по видео если есть проблемы по звуку я тестирую прямые эфиры и очень надеюсь что у меня пойдет такой формат когда вы видите то что я делаю на рабочем столе как это все происходит вы видите меня и у вас есть возможность задавать вопросы поэтому пожалуйста присоединились и от вас обратная связь очень очень приветствуется так это я вам показала как выглядит у нас работа с объектом а можно точно также переводить например эскизы кривые вот у меня есть эскиз тоже найден на просторах интернета не моего авторства и вот то что у меня в итоге получилось векторное как я это сделала берем с вами эскизик копируем его на новый слой оставляю его чтобы было видно и делаю его копию после этого у меня она открыта сейчас еще раз покажу где находится это окно окно трассировка изображения как видите данная эскиз он более сложный более комплексный здесь придется подбирать как же его передать максимально точно если он у меня будет в черно-белом виде вот что получается если он будет градациях серого ну туда-сюда я хочу сделать в цвете буду делать в цвете и по стилю я попрошу сделать мне 6 цветов можно сделать 16 но тогда добавляется как видите больше деталей и каждая деталь это отдельный векторный объект то есть она такая немножко дернаная получается мне бы хотелось более гладкого эффекта достигнуть и обратите внимание если вы переводите например в три цвета очень удобно для принтов вы перевели вы точно знаете у вас в изображении три цвета в дальнейшем с ним работаете как хотите или у вас в изображении 6 цветов все то есть они жестко зафиксированы и вы работаете с ними в общем я подобрала то что мне нужно у меня получилось 6 цветов в цвете палитра ограниченная у меня да вот я посмотрел как все выглядит можете здесь еще подергать в разные стороны увидите как она взаимодействует то есть более детализированно все получается для вектора я люблю все таки более плавные формы геометрические потому что это вектор это не растер выбрали объект трассировка изображения разобрать отлично и теперь точно так же не забывайте что результатом трассировки является группа и вы не сможете редактировать один объект для этого нужно разгруппировать и я обычно удаляю фон потому что адапт иллюстратор понимает фон тоже как объект вот у меня получилась вот такая красота теперь я с ней могу в дальнейшем работать например у меня есть готовый паттерн я хочу этим паттерном залить пальто немножко крупного сейчас мы это поправим скажем вот так вот так будет смотреться прекрасно вот что у меня получилось и можно другой цвет тоже поправить помните я задала у меня в изображении только шесть цветов то есть изначально из такой прекрасной дамы у меня получилось другая дама не менее прекрасная для чего это хорошо если вы рисуете эскизы от руки вы хотите быстро перевести иногда это срабатывает это удобно иногда не срабатывает и эскиз нужно отрисовывать заново потому что то что здесь вот есть маленькие детали они конечно же у меня не совсем четко перевелись в вектор они не совсем у меня ограничились как я показывала технические рисунки то есть они не такие четкие такой четкости можно достигнуть только путем ручного моделирования вы берете отрисовывать полностью объект здесь так не получается также пострадала наша юбка которая прессированная видите она получилась такая дерганая не хорошо не плохо вот она такая нравится не нравится если не нравится вы рисуете руками но иногда такие вещи спасают особенно хорошо когда у вас плоскостные вещи когда вы делаете какие-то орнаменты то есть вы что-то сделали какой-то свой скид хотите посмотреть его в других цветах не всегда фотошоп для этого хорошо подходит для того чтобы перегнать его в разные цветовые вариации иллюстратор позволяет плюс ко всему здесь вы сможете уже работать с формой удлинять вытягивать трансформировать как вам надо я показала просто приблизительный элементарный способ трассировки их очень много вариаций как вы можете это сделать вы можете сделать это как набросы как скетч то есть когда вы работаете с трассировкой изображения здесь можно долго 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 играться выбрать тот вариант который вам подходит и после этого уже создать вектор вот вам автоматическая трассировка функция полезная но не универсальная вы не все с ней сможете сделать и и она может вам помочь облегчить жизнь особенно когда вы работаете с простыми объектами которые вам нужно срочно перекинуть вектор все равно часто потом их приходится чистить делать их форму более мягкими убирать лишние точки хотя в трассировке есть эти настройки она делает их более мягкими но не всегда это универсально если у вас появились вопросы пожалуйста пишите пожалуйста дайте мне обратную связь кто видел кто не видел как вам такой формат прямых эфиров я сейчас активно работаю для того чтобы они у меня шли в группе но к сожалению пока программа мне не позволяет и могу делать их только на своей личной страничке в группу фэшн вектор дизайн я выложу запись и пожалуйста отписывайтесь если вы видите это видео ставьте плюсик мне важно понимать какой у меня идет охват аудитории вообще имеет ли смысл а если у вас остались вопросы мы можем сделать это на регулярной основе то есть я вам буду вести прямые эфиры например каждую среду вечером и буду отвечать на ваши вопросы буду показывать что-то интересное но если вы не будете успевать это не проблема я всегда буду выкладывать записи видео почему хочу прямые эфиры попробовать мне нужна от вас обратная связь если есть вопросы какие-то недопонимания те люди которые проходят курсы они как бы мне задают их и знают что я иногда пишу видео показываю как я это делаю но вот для того чтобы этого не было хочу сделать это все живьем всем хорошего вечера была очень рада провести этот эфир наконец-то я очень надеюсь что он у меня получился хорошим потому что это не первая попытка за сегодня я уже это сказала много-много раз подряд что наверное неплохо потренировалась все всем хорошего вечера и пока-пока все все Продолжение следует...